Айвар Айвар равнодушно достал из кармана все его содержимое и отдал старику. Да ты, я вижу, посвященный, произнес незнакомец. Не бойся, теперь все будет хорошо. Кто вы? спросил Айвар, почувствовав, что где-то в глубине души он давно уже знал этого человека. Они сидели на обочине до самого рассвета. Голос старика звучал тихо и вкрадчиво. Ты привык к установленному порядку и думаешь, что все вокруг такое, каким ты это видишь. А если я скажу тебе, что все это мираж, а реальность, это то, что эта степь, это небо и эти холмы, такие же живые, как и ты. Только они не задают вопросов, а знают наверняка, что есть сущее на небе и на земле. Не веришь? Послушай. Природа вокруг оказалась по-настоящему живой. И трава, и камни, и даже пыль под ногами начали издавать звуки, казавшиеся и словами, и музыкой одновременно. Айвар почувствовал, что его душа стала всеобъемлющей и могла проникать в суть всего, что его окружало. А теперь вставай. Сейчас приедет машина, она отвезет тебя в город. Кто ты? Повторил Айвар свой вопрос. Считай меня своим ангелом-хранителем, ответил старик. Тебе нечем платить, я знаю, но ты не бойся. Скажи водителю, что его зовут Мурат. У него болен брат, Касым. Но пусть Мурат не переживает. Касым скоро поправится, и они в течение года смогут вернуть долг, который висит на их семье. Все будет у них хорошо. Вас зовут Мурат. У вас есть брат Касым. Он лежит в больнице. Поначалу водитель попутки смотрел на Айвара, как на сумасшедшего. Но постепенно, пока Айвар передавал ему слова старика, его лицо становилось серьезнее. После упоминания о выздоровлении брата и выплате семейного долга на лице водителя появилась улыбка, а глаза стали влажными. Но не волнуйтесь, с вашим братом все будет в порядке. И с долгами вы рассчитаетесь. За время всей поездки он не произнес ни слова. Только поблагодарил Айвара на прощение, так и не взяв денег.